Снимем-ка говно, потому что давайте с одного дубля, два это дорого. Всем хай, с вами Юджин и мы снова будем играть в The Witness, что переводится как свидетель. Мы уже с вами выпустили по этой игре два видео и это третье. И, как я понял, вам интересно, вам нравится. Я в принципе рад, что вам интересны такие игры, потому что я сразу начинаю понимать, какие клёвые... Нет, я знал, что вы клёвые, я теперь понимаю, насколько дохрена вы клёвые. Я к тому, что вам не только интересны там просто тупые угары и так далее, но вы также хотите о чём-то подумать. Вам нравится что-то более глубокое. И это здорово, то есть я понимаю в который раз, что мы с вами на одной волне, это очень здорово. И мне не придётся искать где-то время, чтобы поиграть в эту игру самому. Мы будем играть вместе, это замечательно. Давайте решать загадочку. Помнится, я на ней застопорился, потому что немного не понял, что с ней делать. Она какая-то очень странная. У меня вот такие мысли. В этой решётке есть дырки. Видите? И это падает вот сюда. Всё чрезвычайно непросто, но я уверен, что всё завязано на тени. Нам просто нужно выработать какой-то план. Нам нужно заметить какую-то деталь необычную. Например, вот эти вот две ветки, которые лежат на решётке. Может быть, они мешаются? Вот, допустим, предыдущую загадку мы решили, тупо идя через решётку, не затрагивая вот эту вот скрягу, корягу, которая тут лежит. Значит, может быть, нам просто не надо трогать палки. И здесь тоже. И пойти каким-то таким способом. Вот! А, подумал и понял и решил. Опа, здесь провод раздваивается. Мы можем пойти туда, можем пойти. Давайте пойдём сюда, там какой-то контейнер интересный. Стоп. А, это специально мне закрыто. А это какого фига? Какого фига? Однако мы всё равно здесь видим что-то. Вот он наш путь. Я понял, всё просто. Надо, чтобы мы видели. Вот. Вот так. Ай-я-я-я. Так, туда наверх не забраться. Как вы видите, фантазия разработчика не перестаёт работать. Он постоянно, буквально через каждые 10 экранов, придумывает что-то новенькое. Вот почему мне в первом выпуске не особо всё понравилось. Потому что я думал, что это будет просто... Ну, я иду среди красивых пейзажей. И просто подхожу к экрану и тупо вожу эту линию. Это не так интересно. Но когда игра вовлекает... Точнее, пазл вовлекает мир вокруг в себя. То это очень круто. И при том, это настолько разнопланово всегда. Снова видим дорожку. А где у нас решение? Сдаётся мне должно быть всё вот... Ой, а как мне... А как мне посмотреть? Ах, они скоты. Специально сделали, чтобы я на память... Ну, я думаю, вот типа того. Нет. А! Ну да. Всё. Вот, 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 вот. А ты что нам приготовил? Ах ты дрянь. Вот мы когда устроились. В принципе, тоже решаемо. Вот мы видим часть. Идём сюда, сюда. Опускаемся вниз. Налево. Наверное, вот так. Нет. Чё-то не так. Ага. 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 Я так понимаю, мне нужно вот таким образом. Нет. Что-то опять не то. Я тут туплю. А, ну вот же оно. Что я... Слегка тупанул. Всё очевидно было, да. И, кстати, я видел комментарии к предыдущему выпуску, что некоторые просили, мол, не вырезать какие-то там думы и так далее. Но я считаю, что я правильно делаю, поскольку... Я считаю, что я правильно делаю, поскольку... Ведь дело-то не в длине видео, да, а в его качестве. И я считаю, что когда показываешь основные моменты, содержательные моменты, то это приятнее наблюдать, чем когда там сидишь, почавкал, пять минут соображал. Я же говорил, что я пишу эту игру, допустим, один выпуск, это может быть полтора часа. Может быть и два часа. И нужно... Кому это нужно смотреть? Я считаю, что это муторно, и не у всех может быть просто время всё это досмотреть. Коротко, содержательно. Вот мой Денис. И чтобы вы не сравнивали с принципом Талоса, дополнение к принципу Талоса я тоже монтировал и оставлял только самые нужные моменты. Окей, давайте, давайте решать. Ага, здесь у нас уже два способа пойти. Давайте подумаем, какой из них нам больше подходит. Можем ли мы с камней посмотреть? Не можем. Ну вот она тень. А вот эту тень считать? Очень может быть, что считать. Видите? А, вот она сливается воедино каким-то вот образом. Если поближе подойти. Ну каким она образом с неё сливается воедино? Я обычным. Солнце светит, вот тень бросает. А-а-а. А-а-а. Тень смещена. Ну, конечно, тень сместилась. Почему я хочу вот отсюда, может быть? Зафиг он мне тут зумит. Я его не просил. Тень сместилась. Это значит, что нам нужно сюда... Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Мы сместились на два, да? Или вот так? Так, так, так. Ой-ой-ой. И где-то фатальную ошибку допустил. Раз. Два. Поднимаемся. Сюда. Раз. Направо. Вот. Получилось. О, я почему-то думал, что мы пойдём к этому монитору. Но, видимо, это какие-то совсем другие. А, здесь тоже с тенью всё связано. Хорошо. Но видите, куда ведёт этот провод? О, калитка. Это в крепость мы так сможем войти. Вот там совсем другая атмосфера, да? Через щёлочкой видно, как будто дворец в какой-то пустыне. Стоп. Вот тут сволочь она будет. Проблемы намутить. Вот где нам нужно было увидеть тень. Через одну спускаемся вниз. Направо. Ух ты, ладно. Попробую не забыть. Стоп. А я могу оттуда прям активировать это дело? Вот. Мы можем на любом расстоянии это сделать. А я всё равно ни хрена не вижу, поэтому толку я забыл всё. А если чуть-чуть подальше отойдём? Вот так. О, ты какие у меня длинные руки. Сдается, мне надо вот так опустить на две и поднять. Есть. Куда? А, сюда. О, смотрите. А это что такое? Туда мы, наверное, сможем забраться, если эти какие-то штуки выдвинуться, да? Или я там... Стоп, я там был, что ли? Кажется, я там был. О, о, смотрите. О, проход к ящику. Ну-ка. Новый аудиожурнал. Второй по счёту. В какой-то мере, дзен для восточного мировосприятия — это то же, что и современная физика для западной мысли. Конечный результат — более двух тысяч лет оживлённых дебатов, обсуждений и критического развития. Но невозможно не заметить, насколько они отличаются друг от друга. В то время как физик изучает теории, идеи и формулы, дзен ценит лишь неоспоримое и простое. Дзен требует фактов, неизмеримых и числовых абстракций, к которым привыкли на Западе, но настоящих, непосредственных и осязаемых. Процесс понимания в нём основан на ненатеоритизировании, поскольку считается, что ранее полученные идеи и знания, иными словами, различные воспоминания мешают воспринимать реальность. Нет, дзен избрал другой путь. В основе его лежит язык. Без него ничего не получится. Любой метод, пусть даже и антиметод, должен на чём-то основываться, иначе он не будет эффективен. Но дзен всегда использует язык для того, чтобы выйти за рамки языка, за рамки идей и показать неоспоримое. Дэвид Дарлинг, 1996 год. Ах, я, к сожалению, не Дэвид Дарлинг, не Альберт Эйнштейн, и я никогда не умел так красиво излагать свои мысли. И у меня очень маленький багаж зданий и словарный запас тоже. Я не то, чтобы там на себя наговариваю, чтобы вы меня там похвалили и так далее, нет. Я вижу свои изъяны. Я, короче, к чему? Неважно. Я к тому, что, как я сейчас понимаю, и я смотрел некоторые научные передачки, что-то там почитывал, и вот особо никогда не акцентировал внимания, но благодаря этой игре и взгляду на мир автора этой игры я начинаю задумываться об этом. Вот здесь как бы идет речь такая, что нельзя просто брать науку, да? Ну, я сейчас пытаюсь топорно объяснить, неважно. Нельзя просто брать там тупую науку и при этом отбросить все. Стать машиной, которая только высчитывает цифры и так далее. Надо стать... Надо всегда соблюдать какую-то середину между духовностью и, наверное, прагматизмом. Лютым прагматизмом, я не знаю. Я надеюсь, вы понимаете, что я примерно пытаюсь сказать. Вот и в этом аудиожурнале, и в том, который мы первый раз нашли, прослеживается вот эта одна единая темка, да? Что без вот этого духовности как-то никуда не попрешь. Может быть, может быть, в этом что-то есть по-настоящему. Может быть, из этого что-то можно для себя вынести и как-то... Как-то о чем-то подумать. Здесь у нас тень. И на скотина, скорее всего, как-нибудь наоборот, да, выстроена или нет? А, нет, все правильно. Вот начало. Боже мой. И вот никак не встать, чтобы посмотреть, придется запоминать. У нас вон выход. Отойди, мужик. Черт тебя дери. Налево вверх, налево вниз. Два раза налево вверх. Один направо вверх. Знаете, если бы от людей требовалось все делать прямо на память, то они бы не придумывали и не изобретали калькуляторы и бумаги, чтобы записывать. Поэтому я буду записывать. Давайте попробуем. Правда, у меня есть сомнение, что я нарисовал какую-то грамотную тему. По-моему, я нарисовал какой-то отстой. Но стоит попытаться. Так, есть. И вот мы подошли. По-моему, это даже последний. Нет, никаким фигом это не последний. Но, возможно, откроют эту калитку. Может быть. Обратите внимание на эти доски. На них нарисован путь. Вот я даже его вижу. Давайте рисовать. Думаю, сейчас будет безошибочно. И вот так вот лихо мы приходим к финишу. И да, остался этот. Очень надеюсь, что он откроет мне калитку. Путь виден. Путь заметен. Он немного искажен, разумеется. Но это не беда. Я думаю, можно даже без зарисовки обойтись. Ага. Ох, какой я умный. Чувствую себя просто гением. Провод. Это никакая не калитка. Я слышал. Слышал такой. Что это было? Что там? Что-то выдвинулось? Или так было? А это, по-моему, так и было. Знаете, вот у меня потихоньку такое нарастает ощущение, что за нами наблюдают. Представьте только, что если так есть. Куда мы бежим? Мы правильно бежим вот сюда. Вот он, вот он, вот он светится. И я куда-то совсем, совсем далеко. Ах, вот эта калитка открылась. А вот бы вторую открыть, это вообще было бы замечательно. Они специально это сделали. Как мне вычислить путь? Давайте наугад. Нам по-любому не нужно на тень залезать. Это значит, что мы должны пойти вот так. Таким вот каким-то. Очень может быть, что нам нужно вот сюда. Неправильно. А, ну конечно. Я не зря парюсь. Где-где-где-где-где-где-где-где? Вот там вот. Провода на два разделились, я помню. Вот отсюда. И нам нужно решить их всех. Тогда откроем обе калитки. Окей, я попробую, конечно, пойти по тени. Возможно, это вранье. Хотя очень прям очевидно, да? Правильно. Здесь уже немножко исказили, но путь, в принципе, виден. Такой. Сюда. Вот сюда. Опять все по-другому. Теперь наикривейшая тень пытается нам указать дорогу. Спасибо тебе, тень. Да. Спасибо, что такая кривая. Да-да, я понял, что нам отсюда надо идти. Давайте попробуем. Где-то, видите, тень нас в ступик заводит. В принципе, это не так сложно. Это тоже... Пойдем вот таким. Может быть, а... Да. Побежали дальше. Жирная тень. Неправильно. Ну, как же так? Видите, здесь это не может быть просто так. Она прерывается по каким-то причинам. Ну-ка, а если вот здесь... Видите, здесь тень соединяется. Может быть, просто... Да-да-да, не зря не сделали вот этот. Прервали. Вторая, вторая половина ворот открылась. Есть. И теперь должно быть просто. Я очень надеюсь, что это будет просто. Это просто. Это непросто. Это я не понимаю как. Ведь выход прямо там, где тень. Каким образом я должен пройти? Давайте, ладно. В данный момент мы обходим листики, наверное, больше, чем палки. А если мы обходим листики, то, возможно, где-то листики... Вот падает, например, один. Вот же это дерево, да? С тремя листиками. Ага, ага, я понял. Смотрите, мы касаемся ветки и продолжаем идти по ней. Затем... Да-да-да-да-да-да-да. Ветки нам указывают путь. Мы идем по ним и таким образом решаем загадку. Ящик, откройся. Та самая торжественная музыка обязательно, да? Смотрите, он направлен вправо. Погодите, а почему-то он тот же вон туда стреляет. Ну давай, ну. А, вон. А, поворачивается. Я уже думал, там будет еще какой-то мега приниматель лучей. Сквозь деревья. И листву. А, не разноцветные. Нет, да, не разноцветные. Вот этот один цвет, а вот почему-то мерцает. Не понимаю почему. Возможно, впервые мы решили всю секцию. Весь осенний сад решен. Хорошо. Видимо, дальше нам нужно идти сюда теперь. Пойдемте. Только этот коридор такой мрачный. Хорошо. Смотрите. Раз, пятно, два, три черных пятна. Это что-то дозначит. Я уже в каждой песчинке ищу смысл. О, целая куча калиток. Ага. Видимо, одна загадка будет открывать мне калитку. Это же лабиринт. И в него я не смогу войти, пока не открою калитку. Конечно. О, как-то так. Нет. О, еще не статуя. Убийца. Его бетоном залили в момент убийства. Не успел убить этого жалкого человека. А, это король. О, простите. Стоп. Отменить. Хорошо. Я хочу вот так. Но я уже неправильно сделал. Я понял. Давайте дойдем до конца. Как мне сбросить? Я не знаю, как мне сбросить. А, вот. О, вот это здорово. Итак. А где я должен начать? Где хочу? А, нет. Вот. Два вверх. Один налево. Один вверх, один направо. Нефиг запоминать. Надо зарисовывать. Все. Зарисовал. Инфа есть. Раз. А, это два, да? Э, два. Сюда. Это прикольно. Главное не наступить на то, что не нужно. И добегаем до конца. Сэр, откройте дверь. О, у него очки, как у Агента Смита. Это очень странно. Хорошо, давайте представим, что какой-то ученый создал этот остров, который собирает цитаты других известных ученых, намекая нам то, что без, грубо говоря, какой-то веры или какой-то религии и духовности не изменить мир. Не сделать научных открытий или что-то в таком духе, да? Но для чего вот это все? Если вот, чтобы он там не пытался сказать нам этими аудиожурналами, вот это для чего все? Вон, кстати, видите, желтый ящик. Мне очень сложно выразить сейчас свои мысли, потому что пока очень большая каша в голове. Ага, вспоминаем, как мы это делали. Мы не можем вести, к сожалению, линию здесь. Как мы это делали? Я так понимаю, нам здесь не обойтись без зарисовок постоянных. Нужно проходить между черными и белыми. А-а-а, она разбита. Это что-то интересное. Это подвох. Угу, нам придется пойти наверх. Правильно? Обойти-то черный. Ах ты дрянь. Я могу наступить? Могу. Давайте как-нибудь... А-а-а! Могу бы тогда просто вот так пойти? Что-то не так. Наверное, мне кажется, из-за того, что линия раздвоилась вот здесь вот. Нам нужно этого избежать. Окей, гоу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Неправильно? Но это черное для чего-то интересно сделано ведь? Я просто, если честно, забыл, как решаются эти загадки вот с этими черно-белыми точками. Смотрите, здесь есть проход. И куда-то... Куда это мы? Возможно, сейчас аудиожурнал найдем еще один. Стоп. Почему я сюда пришел? Ведь не зря тут черная мазня. Может быть, надо... Давайте попробуем. Я не понимаю, что я не так делаю. Если честно, я просто не понимаю, что я делаю. Ладно, давайте пойдемте подальше сходим. О, здесь спуск вниз. И выход на балкон. Смотрите, там что это? Что-то интересное. Вау. Красиво. Но мы можем здесь спуститься и... Я понял. Здесь надо знать, как решать вот эти загадки. А я не... Я не понимаю... Ой, боже мой. Вор! Смотри. Так я могу и обойти? Странно. Зачем-то загадка нужна, чтобы... Если я могу просто обойти. Это странно. Ладно, а если пойти сюда? Фух. Здесь стоит диван. А, это кресло. Нет аудиожурналов? Нет, ничего нет. Просто какие-то обломки. Какие-то железяки. А это что, судно? А мы можем сюда зайти? А мы можем. Прямо идеально ржавая. Посмотрите. Прямо покрасили в ржавый цвет ее. Это же тоже, да, загадка? Посмотрите. Вот эти вот трещины огромные. А как мне посмотреть на это сверху? Да. Видите? Здесь начало. И мы пошли вдоль этой... Я чуть не провалился. Стоп, а мы можем здесь спуститься таким образом? Нет. Три. Так, ладно, не будем заострять внимание на этом. Пойдемте дальше. Может быть, если я в корабль зайду, и там будет загадка, которую нужно будет решить, основываясь на трещинах. Или это подсказка для решения чего-то другого. Ладно, давайте зайдем. Капитан пришел. Это стрёмно. Почему вдруг здесь музыка начинается? Что в этом месте такого особенного? Идем мы по темным коридорам здесь. Ага, не пройти никак. Давайте наверх сходим. Сколько этому кораблю лет? А, вот мы как раз и забрались наверх. Ясно. Тут, в принципе, ничего такого особенного нет. Мы можем здесь спуститься. Иииии... Без толку. Стоп. Ага. Судовладелец собирается отправить в море корабль с мигрантами. Он знает, что корабль стар. К тому же, изначально не слишком хорошо построен. Что он немало плавал по морям-океанам и часто требовал починки. Ему высказали сомнения в том, что этот корабль выдержит морское плавание. Эти сомнения вертятся у него в мозгу и огорчают его. Он думает о том, что следовало бы тщательно отремонтировать суденышко и оснастить его заново, хотя это влетело бы ему в копеечку. До уплытия корабля ему все-таки удалось успешно справиться с этим мелохолическим размышлением. Ми, он сказал себе, что корабль много плавал и всегда благополучно выбирался из стольких штормов и передряг, и потому не имеет смысла сомневаться в благополучном завершении этого рейса. Он решил положиться на волю провидения, которое вряд ли откажет в защите всем этим несчастным семействам, отправляющимся с родины на чужбину в поисках лучшей доли. Ему следует отбросить все мелочные подозрения относительно честности корабелов и подрядчиков. Таким образом, он обрел искреннюю и удобную уверенность в надежности своего судна, наблюдал за его отплытием с легким сердцем и добрым пожеланием успеха изгнанникам на новом месте, куда они направлялись, и спокойно получил страховку, когда корабль бесследно потерялся посреди океана. Что мы должны сказать о нем? Разумеется, он поистине виновен к гибели этих людей. Признавая, что он искренне верил в надежность своего корабля, нельзя считать искренность его убежденности, извиняющим его обстоятельствам, потому что у него не было права верить на основании тех фактов, которыми он располагал. Он приобрел свою веру не путем честного и беспристрастного исследования, а заглушив свои сомнения. И хотя в итоге он мог настолько вериться в этом, что уже не допускал иной мысли, его следует признать ответственным, поскольку он осознанно и охотно укрепил себя в этом ум и настроении. Уильям Клиффорд, 1874 год. Пересохали мои губки. Это интересно было сейчас. Трустори, то есть, ну, выводы правильные. Человек убедил себя в том, что все круто и, в принципе, все из-за одной мысли. Че-то не хочется бабосиков лишних тратить. И знаете, это напоминает мне киношников российских, наверное, да и многих. Как бы, да, бюджетик маленький. Хотя ты большую часть распиливаешь и там в себе в карман, и своим знакомым. Все, бюджет маленький. Плохо у нас финансируют кино. Плохо. Но если плохо, то почему все-таки есть нормальные российские фильмы, хорошие, шикарные? Может быть, понимаете, да? Снимем-ка говно, потому что давайте с одного дубля. Два это дорого. Точнее, у нас нет достаточного финансирования на два дубля. Снимем с первого. У нас нет финансирования на хороших атеров. Позовем Саньку, знакомого. Он сможет сыграть. В общем, данная аудиозапись как бы намекает нам, поступайте по совести в первую очередь. Даже не по совести, потому что у некоторых людей совести нет, а делайте на совесть. Наверное, так. Хотя, если у некоторых людей совести нет, они этого не будут делать. Ну, просто имейте совесть. Хотя бы так. А вот это просто недосягаемое место. Хотя, может быть, каким-то образом туда можно будет попасть. Мне вот интересно, этот корабль, разумеется, это загадка, наверное, будет требовать от меня и от другого любого игрока какой-то супер смекалки. Потому что вот эта крыша, ну, явно, она кричит просто о том, что это я загадка и это я подсказка. А вот что и как ее активировать, мне непонятно. Может быть, мне надо встать в какую-то удобную точку, чтобы я мог видеть все. В китайском дворце нужные предметы в итоге загорались. Пока не получается. Я так понимаю, нам еще предстоит это выяснить. А вот еще болотистая местность. Да, здесь есть где походить еще. Давайте присядем на креслице и... Посмотрим в даль, на горизонт. Давайте уберем эти скряги из вида. Может быть, побольше облаков хотите? Нет. Вот так. Вот так мне больше нравится. И я думаю, на этом мы с вами закончим. Огромное спасибо, что были со мной в этой игре. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, у вас еще больше интереса проснуться к этой игре. И вы останетесь со мной до конца. Мы с вами вместе пройдем ее и увидим всю соль, всю фишку. Надеюсь, это все будет. А сейчас я пойду спать. Я что-то подустал, уже поздно. Огромное спасибо, ребят, всем еще раз. Я вас обожаю, люблю, ценю и обнимаю. И даю вам петюлю. Вы готовы, ребят? Раз, два, три. И пять. Пять.